Всем привет, с вами менеджер Азат. У меня довольно часто в комментариях задают вопрос, как можно купить автомобиль без дополнительного оборудования? Отвечу сразу, вероятнее всего, никак. Связано это с несколькими нюансами. Нюанс номер один. Отсутствие автомобилей на рынке. То есть, заводы Volkswagen, это Skoda, это Volkswagen, это Audi, это еще несколько брендов, там Seat, по-моему, и так далее. Они закрыли свои заводы в Европе из-за ситуации с отсутствием полупроводников. Поэтому автомобилей у нас становится меньше, дилерские центры прекрасно понимают, что им нужно выживать. И именно поэтому дилерские центры накручивают дополнительное оборудование в автомобилях. Для того, чтобы максимально возможный срок сохранить сотрудников, сохранить людей на своих рабочих местах, по возможности платить им зарплату. В будущем автомобиль ваш нужно будет обслуживать. Кто это будет делать, если дилерский центр закроется? Никто этого делать не будет. Да и хрен бы с ним. Да, ситуации вынуждены. Именно поэтому приходится на автомобиле вешать дополнительное оборудование. Просто для того, чтобы выжить. Если не выживем, соответственно, бизнес умрет. Возобновлять его очень тяжело и очень дорого. Поэтому, вероятнее всего, многие просто даже не вернутся после этого. Вот сейчас мне в комментариях напишут. Да, слушай, я вот звоню, мне говорят, мы вам продадим автомобиль без допов. Без допов в прямом, ну, нормальном понимании, без дополнительного оборудования в виде ковров, в виде регистраторов и так далее. Да, вероятнее всего, вам могут продать без них. Но вам автомобиль продадут в кредит. Что это значит? Ну, казалось бы, я же и так кредит собираюсь брать. Тогда все нормально. При покупке автомобиля в кредит есть несколько моментов. Первое. Это процентная ставка. От максимально высокой процентной ставки дилерский центр зарабатывает. Второе. Страхование жизни. Чем больше страхования жизни в сумме, тем больше заработает дилерский центр. И для того, чтобы компенсировать вот эти, ну, недополученную прибыль из-за отсутствия дополнительного оборудования, на вас повесят страхование жизни значительно больше в сумме для того, чтобы компенсировать вот этот доход от продажи дополнительного оборудования. Просто потому, что они вынуждены это делать. Потому, что нужно заработать и нужно сохранить рабочие места. Я хочу автомобиль без допов и без кредита. Дайте мне вот такую цену по РРЦ. Возможно. Вам могут дать автомобиль, продать автомобиль без РРЦ. Но тут уже есть такие, уже немножечко другие нюансы. В виде карты помощи на дорогах. Да. Та же самая карта помощи на дорогах, стоимость которой там, по-моему, 2 или 3 тысячи рублей в год. Вам могут продать за 500. Просто потому, что нужно, блядь. Потому, что нужно, нужно сохранить эти чертовы рабочие места. Все хотят работать. Систему не наебешь. Пришел в салон, либо ты покупаешь по текущим условиям, либо ты не покупаешь. Другого варианта на данный момент, к сожалению, нет. Второе. Покупательский спрос. Покупательский спрос на автомобиле очень высокий. Дирские центры как раз таки это понимают. Они знают, что мы можем продать автомобиль с допами на 50 тысяч рублей. И можем с таким же успехом продать автомобиль с допами на 500 тысяч рублей. Тогда зачем нам продавать автомобиль с меньшей выгодой на 450 тысяч рублей? Когда я могу заработать? Это вопрос уже, конечно, жадности. Сейчас этот вопрос не особо актуален, потому что стоит реальный вопрос выживаемости дирских центров. Огромное количество дирских центров сокращают сотрудников. Кто-то по возможности старается сохранить свой штат, потому что набрать новых сотрудников сложно. Обучить сложно. Дорого. Длинные сроки. И всей вот этой акклиматизации новых сотрудников. Поэтому по возможности отправляют в отпуска. Отправляют вынужденно в административные отпуска. Лишь бы сотрудники сохранили свои рабочие места. Потому что в будущем у всех там есть огромное желание возобновить работу. Поэтому отказаться от дополнительного оборудования у вас не получится. Потому что если вы заберете автомобиль без допов, дирский центр закроется. Конечно же мало кого из покупателей это волнует. Да, дайте мне свой автомобиль, да и хрен с ним, пусть дирский центр закрывается. Я прекрасно понимаю тех менеджеров, которым каждый день задают вопрос, да вы охренели, столько допов, столько накрутки, такая процентная ставка, страхование жизни. Я прекрасно понимаю. Никому из менеджеров не хочется вот это выслушивать. Мы просто вынуждены сделать так только для того, чтобы вы могли прийти в этот салон. Всегда есть люди, которые готовы будут купить автомобиль с наценкой в 500 тысяч рублей. Это правда жизни. Мы, честно скажу, все менеджеры очень и очень сильно надеются, что ситуация изменится, что ситуация выпрямится. Когда-нибудь, когда вы придете в наш дирский центр, мы сможем вам предложить автомобиль не то, что без дополнительного оборудования, а со скидкой и с подарками. Вот тогда нам приятно работать. Лично мне приятно работать, когда я могу клиентам принести какую-то радость при покупке автомобиля. Я очень сильно люблю, когда клиенты счастливы, когда я им звоню, озвучиваю. Я согласовал для вас скидку в 250 тысяч рублей. Вы обязательно уедете на зимней резине. Ну, клиенты счастливы. И вот тогда я тоже счастлив. Поэтому на данный момент, к сожалению, в выигрыше никто не находится. Несмотря на то, что многие считают, что дилеры охренели и автомобили с допинг продают. В выигрыше дилеры тоже не находятся. Сейчас все дилерские центры, они на грани вымирания. Один месяц автомобили продают без допов. И все, дилерский центр может закрываться. Аллаху Акбару и давай, взорвай свой салон. Потому что открыться заново будет очень и очень сложно. Надеюсь, я ответил на вопрос, можно ли купить автомобиль без дополнительного оборудования. Нет. На текущий момент, на апрель 2022 года купить невозможно. Можно найти автомобиль с минимальным дополнительным оборудованием, с минимальным страхованием жизни при покупке автомобиля в кредит, с минимальной процентной ставкой. Это все возможно. Если хотите купить автомобиль максимально выгодно, ссылка будет внизу. Напишите мне, пожалуйста, в телеграм. Услуга по подбору автомобиля у нас составляет 20 тысяч рублей. Заплатите сначала авансом 5 тысяч рублей. А остальные 15 уже после покупки, после выдачи автомобиля. Если захотите, там можно будет привезти автомобиль вообще с любой точки России. И также касательно немецких автомобилей, их можно будет привезти из Германии в среднем где-то на 20-30% дешевле. С растаможкой полностью, со всеми чистыми документами. Поэтому, если вам было интересно и полезно это видео, пожалуйста, Лукас. И оставьте свой комментарий, в котором можете задать мне какой-то вопрос, я обязательно на него отвечу. Всем спасибо за просмотр. Пока.